Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Анастасия Трухнова. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Студенческое движение на Брещене набирает обороты. Раз – железка, два – железка, три – граната. Юный брещанин на школьном дворе обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны. Что делать и кто виноват в срывах выполнения государственных программ в Каменецком и Ляховичском районах? В Бресте прошло внеочередное заседание область полкома. Хорошо сижу, далеко гляжу. Инспекторы областной ГАИ провели предупредительно-профилактическую акцию «Ребенок – главный пассажир». От маленьких побед к олимпийским рекордам на Брещене прошел чемпионат по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень интересной темы. Кого-то она вернет к временам молодости, другие узнают в героях самих себя. Для многих студентов советских времен едва ли не самой романтической страницей юности на всю жизнь остались студенческие отряды. Среди молодых людей всегда хватало тех, кто с окончанием учебного года отправлялся в компании своих сверстников на горячие объекты. Распад Советского Союза отправил это направление работы, как, впрочем, и многие другие хорошие традиции, на задворки. Но время расставило все по своим местам. Вернулись и студенческие отряды. И сегодня в Беларуси их количество растет из года в год. О современном студотрядовском движении и, конечно, о студентах расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Как говорят многочисленные официальные источники, студотрядовское движение – одно из направлений деятельности общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи, основной целью которого является воспитание молодых людей посредством привлечения их к общественно значимому труду. Под этим сложным определением скрываются песни у костра, многочисленные экскурсии и яркие эмоции. Именно поэтому движение популярно в студенческой среде и активно развивается в Беларуси. Студотрядовцы принимают участие в организации проведения централизованного тестирования, при благоустройстве учебных корпусов, учреждений образования и в целом при благоустройстве городов и районных центров, при приработке сельскохозяйственной продукции и также принимают участие при строительстве знаковых объектов. Студентам предлагают поработать в строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, волонтерских и экологических отрядах. Для молодежи это возможность не только и не столько заработать, сколько реализовать себя, показать свои возможности. В рамках организации трудоустройства в третий трудовой семестр 2013 года территориальными комитетами общественного объединения БРСМ организовано формирование студенческих отрядов, а также организация индивидуального трудоустройства молодежи в летний период. Следует отметить, что этот год у нас достаточно успешный. Уже на протяжении мая-июня у нас отработало порядка полутора тысяч человек в студенческих отрядах, значит, более тысячи человек отработало уже индивидуально. Строительные отряды в этом году ведут работу на общественно значимых объектах не только в области, но и за рубежом и даже за океаном. Молодые люди с удовольствием познают азы строительного искусства, которые, как они считают, обязательно пригодятся им в жизни. Мы в этом году трудоустроили 393 человека, строительные отряды, они работают по всей республике, работают на атомной электростанции, работают на строительстве животноводческих ферм, непосредственно на строительстве жилых домов. В Полесье жилстроят, мы трудоустроили 45 человек. В остальные организации тоже в таких же количествах трудоустраивали, как в зависимости от поступления заявок. После труда в стройотрядах студенты, как правило, меняют свои отношения к работе, друг к другу. Общее дело учит будущих дипломированных специалистов быть единым коллективом, нести ответственность не только за себя, но и за коллегу. В строй важные объекты молодые люди становятся заметной силой в жизни региона. Привлекают возможность платникам заработать денег, а бюджетникам попасть на свои хорошие места, то есть заработать какую-то репутацию начальников, прорабов, мастеров, что в дальнейшем способствует распределению. В этом году я командир. У меня в отряде 7 человек. Отряд получился очень интересный. У меня 2 человека с экономического факультета, 1 человек с фейса. Ну, осваивают нашу профессию, пока им нравится. Работают так же, как и все. Очень интересно. Приобретаем новые навыки, практикуемся, узнаем много нового. Каждый год лагеря с удовольствием ожидают студентов педагогических отрядов. В системе коллективов детских и здоровительных учреждений они активно реализуют программы по работе с ребятами во время летних каникул. Всевозможные праздники, дискотеки, концерты, конкурсы, походы – все это организовывают молодые воспитатели. Я вообще очень довольна работой педотрядов. Я вот уже на протяжении, наверное, последних 5 лет работаю с университетом в тесном контакте. Мы каждое лето заключаем с ними договора на то, чтобы у нас все 4 смены работали педотряды. И я очень довольна работой педотрядов. Даже несмотря на то, что есть моменты, когда смены, когда приезжают дети, которые никогда не были еще, не работали вожатыми, воспитателем не работали. И даже такие отряды все равно они хорошо справляются со своей работой, потому что организованы, потому что есть план, есть цель и знают, зачем едут сюда. А уже не говоря о тех сменах, когда приезжают ребята, которые уже не первый год приезжают в лагерь и знают свою работу, эти смены вообще проходят на ура всегда. Я очень довольна их работой, они очень нам помогают, они хорошо с детьми ладят, они стараются, они проводят различные мероприятия, приезжают со своим наработанным материалом. В общем, нам очень с ними весело и очень хорошо, и мы рады их видеть каждый год. В педагогических отрядах работают студенты, объединенные одной общей целью, одной мечтой, одним желанием организовать интересный, яркий досуг детей, воплотить на практике свою эффективную, пусть и не утвержденную Министерством модель воспитания. Работа в педагогическом отряде – это не только неоценимый педагогический опыт, но и возможность научиться работать в команде, проявить свои творческие, организационные, лидерские способности и качества. Преодоление сложности, переживания ситуации общего успеха, первое профессиональное признание позволяет группе студентов стать тесным, сплоченным коллективом, что во многом определяет успешность педагогического отряда. Тут заводишь очень много друзей, и каждый день мероприятия разные. Вожатые каждый год попадаются очень хорошие, и в этом году тоже очень хорошие вожатые. Лагерь мне очень нравится. Здесь очень слаженная команда, воспитатели работают, все сообща, каждый день посвящен какой-то определенной тематике, и мы все время в работе, все время что-то делаем, дети помогают, детям интересно, весело, все ведут себя активно. Участие в студотрядовском движении помогает молодежи вступить во взрослую трудовую жизнь профессионально и морально подготовленными. Здесь формируется твердый характер, ответственность. Многим студенческие отряды помогли раскрыть лидерские качества, найти новых друзей, дали возможность заработать в летнее время и приобрести профессиональные навыки и опыт. А значит, еще не раз студенты-студотрядовцы споют у костра знаковую песню Юрия Висбора и скажут друг другу, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Эхо далекой Великой Отечественной войны продолжает отзываться и тревожить людей. На этой неделе необычная находка школьника заставила поволноваться жителей Московского района города Бреста. На участке пришкольного дворика средней школы номер 12 имени Губаревича мальчишка нашел снаряд времен войны. К счастью, все закончилось благополучно, никто не пострадал. Но откуда взялась граната на школьном дворе? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале. Глеб Демьянчук еще не знал, что эта учебная практика на пришкольном участке ему запомнится надолго. Во время работы в цветочной клумбе школьник нашел гранату F1 времен Великой Отечественной войны. Необычный предмет сразу же привлек внимание мальчика. Когда проходили практику, я проходила мимо угола этой грядки и нашел и вижу гранату. Я не знала, что это настоящая граната, подумала, что это игрушечная. Во время прохождения ученической практики детки помогают нам поливать цветочки. Один из учеников нашей школы, это Демьянчук Глеб, ученик 6-го Б-класса, уже в конце практики нашел, как потом выяснилось, гранату. Но в силу, может быть, того, что какой-то интерес у него был чисто детский, он эту гранату взял, отнес домой. Известие об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в московский РУВД ближе к полудню 8 июля. Сотрудники оперативно приняли меры для ликвидации снаряда. Благодаря слаженной работе саперно-пиротехнической группы взрывоопасный механизм был изъят. На пульт московского РУВД поступило сообщение о том, что в школе номер 12 обнаружено предмет, похожий на гранату. В ходе выезда следственной оперативной группы московского РУВД, а также группы разминирования ВЧ-55-26, было установлено действительно, что при производстве работ по благоустройству территории США номер 12 учащимся была обнаружена граната. Точной версии, откуда на территории школы взялся снаряд, пока нет. Предположительно, его завезли вместе с грунтом для благоустройства участка. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы все не было сделано вовремя. Осколок Великой Отечественной войны мог бы оборвать чьи-то жизни сегодня, в мирное время. Какие еще загадки хранит в себе наша земля, пока остается тайной. Но в экстремальных ситуациях всегда необходимо быть на чеку. Сейчас к деловым новостям. На этой неделе в Жабинке прошло внеочередное заседание Брестского облсполкома, посвященное вопросам развития сельского хозяйства. В ходе мероприятия участники столь представительного собрания посетили ведущее хозяйство Жабинковского района, которые представлены как пример для подражания. Но не все так гладко в других регионах. Поэтому повестка дня была предусмотрена обсудить результаты проверки двух самых слабых в сельскохозяйственной отрасли регионов – Каменецкого и Ляховичского. Насколько сложна ситуация в этих районах и каков выход из нее? Выездное заседание Брестского областного исполнительного комитета было посвящено вопросам сельского хозяйства. Председатели гор РАИС полкомов, начальники сельскохозяйственных и иных управлений и ведомств обсудили основные имеющиеся проблемы аграрной отрасли области. В ходе мероприятия участники посетили находящиеся в стадии модернизации молочно-товарной фермы Жабинковского района, садовое фермерское хозяйство, а также посмотрели, как проходит посев пожневных культур. Все эти объекты создаются и модернизируются с учетом необходимых требований и регламентов, так как только в случае обязательного соблюдения всех норм можно рассчитывать на хороший результат. В каждом хозяйстве должна быть ферма полностью технологичная, чтобы там было беспривязно содержание скота, чтобы был цех раздое, сухостое. Никаких проблем для этого нет. И мы вот на базе Жабинковского района видим, что они выполняют в полном объеме поручения президента. И в принципе наши районы остальные, но есть часть хозяйств и часть районов, их правда не очень много, там два-три таких вот района, которые еще до сих пор думают, а как им надо делать в таком виде, или в другом, или в третьем. Вид должен один быть. Еще раз повторяю, технология содержания скота, она должна быть выдержана. Вот и все. В преддверии самой горячей поры в сельском хозяйстве уборочной страды зашла речь и о погоде, внесшей свои коррективы в процесс выращивания кормовых. Весенние половодья сделали свое неблаговидное дело, подтопленные территории не смогли дать запланированного урожая. Но выход нашелся. Благодаря увеличению пожневных и повторных культур область сможет достичь прошлогодних показателей. Сейчас для того, чтобы травянистых кормов больше заготовить, мы всячески увеличим посев пожневных культур, повторных культур. И вы заметили, что по сводке мы не хуже выглядим в прошлом году, но нам это недостаточно. И поэтому как раз вот это направление работы нам позволит минимизировать тот недобор, который, ну, вроде мы планируем. Хотя, должен сказать, вот я, знаете, в выходные дни был в трех районах, в хозяйстве, но объезжал, ну, так детально, смотрев на самом деле, что уже у нас выросло, то, как бы мы ни говорили, но натура зерна будет хорошая. Вот эта влага, плюс еще какие-то дыре, подкормка наша, защита наша позволила набраться зерну. То есть зерно налитое, если говорить уже так образно, по-народному. И поэтому я думаю, что за счет натуры мы, тот вал, который планировали на этот год, вот, по крайней мере, он не должен быть, я боюсь этого слова, но не должен быть меньше, чем в прошлом году. Будем делать, что возможно. В целом область сможет справиться с поставленными правительством задачами в плане уборки зерновых и зернобобовых, а также с кормозаготовками. Но есть такие регионы, которые не справляются с вышеуказанными показателями, а также и с другими, касающимися всех отраслей сельского хозяйства. Поэтому главной темой пленарного заседания стали результаты проверок социально-экономических показателей двух районов – Ляховического и Каменецкого. Несмотря на то, что область уверенно развивается и стремится к наращиванию темпов и качества, эти регионы пока не могут выполнить требуемые задачи. Константин Сумар подчеркнул, что необходимо дать принципиальную оценку деятельности руководителей этих регионов и установить четкие сроки на исправление сложившейся ситуации. Тем более, что условия для развития и модернизации сельского хозяйства созданы самые благоприятные. Не хватает самого важного разумного отношения к делу людей, то есть человеческий фактор играет на данном этапе главенствующую роль. Все начинается с человека. И ничего абсолютно не мешает, потому что одна и та же земелька, только там, где мы были сегодня, в Ракитнице, в Рогазнянском, землю тут только похуже. Но тут хозяева лучше, которые думают. И тут понимают, что даже если кредит дорогой, процентная ставка большая, но он знает, что вложить даже вот такие дорогие кредиты, сделать производство, увеличить производство своей продукции, в том числе молока, и получить прибыль и дать потом этот долг. Но делает уже на десятки-десятки лет природ свое хозяйство. Анастасия Трухнова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Но не только внеочередным заседанием обл. полкома была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие события. И сейчас короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей. На улице июля отпускная горячая пора. Горячая она в буквальном смысле слова и для строительной отрасли. Когда строить, если не летом? За ходом сегодняшних новостроек строго следят чиновники. Итоги работы за шесть месяцев 2013 года подвели на выездном совещании. Несмотря на тотальный контроль, недостатки и просчеты имеются. Долгостроение, качественное выполнение работ, несоблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Это не полный список проблем, озвученных главой региона Константином Сумаром. От губернатора последовали и задачи на вторую половину года. Наш строительный комплекс в области, он мощный. Он имеет опыт работы. И по сравнению с другими областями мы также строим больше, чем любая другая область. Но это не значит, что мы решили все проблемы. И как раз на этом совещании мы должны определиться, в каком направлении нам идти, чтобы уменьшить издержки, и уменьшить стоимость квадратного метра жилья. Вот самая главная наша задача. Но говоря о недостатках, нельзя не отметить тот факт, что имеется масса положительных тенденций в современном брестском строительстве. Новостройки отличаются изысканным дизайном, продуманной планировкой. Научились строители сдавать застройщикам и качественное жилье. Не всегда, конечно. Но все-таки умеют, если захотят. Мы были вот на двух объектах. Качество хорошее. Ведь вы посмотрите, уже не видно тех сантехнических разводов. Одна батарея, все остальное скрыто в панелях. Очень хорошее качество стен. Там уже не надо, например, выравнивать и ложить еще слой в 2-3 сантиметра толщиной, чтобы выровнять кривизну стены. Она ровненько, аккуратно. И там только осталось положить того ли дурой цвета обои и наклеить, и никаких там проблем не будет. Совсем дурое качество. То, что у нас, например, было года даже 5 назад, и сейчас это несоразнимо. Наши строители действительно в этом направлении очень серьезно подтянулись. Постоянный мониторинг ситуации позволяет урегулировать проблемные моменты в строительной отрасли. А все вместе взятое позволит решить жилищный вопрос. Когда оно случится, зависит от нас всех. Главное, чтобы было ответственное отношение к делу и руководителей, и рабочих. О том, что следует проявлять инициативу в развитии отношений, шел разговор на встрече главы региона Константина Сумара с членами парламентской делегации Республики Армения, которая находится в Беларуси в рамках проведения 7-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству национальных собраний двух стран во главе с вице-спикером Эдуардом Шармазановым. Тема для обсуждения развития торгово-экономических отношений. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь. А посему это вывод всех участников встречи в областполкоме. Необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс. По уровню прошлого года товарооборот составил 191% роста. За 6 месяцев 2013-го – 136%. Брест как регион аграрный привлекает армянских бизнесменов, а потому обе стороны пришли к договоренности в ближайшее время провести армянско-брестский бизнес-форум, который даст толчок к более активным действиям. Я думаю, что Армения будет более активна здесь. И по предложению и губернатора, и вице-спикера, и у меня было такое предложение. Мы уже втроем уже говорили о том, что в Бресте мы можем организовать бизнес-форум между армянскими и белорусскими бизнесменами, потому что Брест – это и символизирует наши братские отношения, и символизирует нашу победу. Но хватит говорить, мы уже должны приступить к делу. Визиты должны быть более частыми. Каждый визит сделает большой плюс в сторону позитива. Если не бывает визитов, тогда и не бывает качественного будущего. Так что я думаю, что визиты должны быть не только между парламентариями, не только между чиновниками, губернаторами, но и визиты должны быть между торгово-промышленными палатами. И для этого один из хороших элементов может быть тот бизнес-форум, который мы можем вместе организовать в Бресте. Вторая часть визита не менее важна – посещение армянскими парламентариями мемориала «Брестская крепость-герой». По словам вице-спикера Эдуарда Шармазанова, побывать на героической земле Бреста и не поклониться героям Великой Отечественной войны, среди которых немалые армян, просто непозволительно. Возложенные венки к вечному огню цитадели над Богом, склоненные головы уплит с именами погибших армян – еще одно доказательство того, что память о героических земляках живет в сердцах двух народов. На встрече в областполкоме было озвучено предложение армянской стороны установить в городе Бресте памятный знак уроженцам Армении, погибшим на территории цитадели в годы войны. «Мы сегодня поклонились и почтили память всех героев, всех наших вечных героев, потому что они вечные герои. И новое поколение должно всегда помнить, что мы живем, потому что они в 41-45-е победили фашизм. Спасибо». «И разумно будет очень установить вот там этот знак ваш, правда? Да, обязательно. Мы уже договорились. Обязательно этот знак, этот пост Тхашкар будет или надгробный камень, но обязательно какая-то символика армянская будет здесь, чтобы символизировало нашу общую братскую дружбу и общее будущее». Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. На этой неделе сотрудники Брестской областной госавтоинспекции провели предупредительно-профилактическую акцию. Подобными мероприятиями сегодня уже никого не удивишь, привыкли и пешеходы, и водители. Одни считают, что никакой роли они не играют, другие, наоборот, говорят, держат в рамках. Ребенок – главный пассажир, говорят в этот раз инспекторы дорожного движения. Кто-то оспорит сей факт? Думаю, что нет. Ведь каждое пятое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей. На Брещене в этом году погибло два ребенка. Травмы различной степени тяжести получили три малыша, а всего произошло 24 аварии, в которых, пусть не сильно, но пострадали дети. Какие правила необходимо соблюдать, перевозя ребенка в автомобиле? На этот вопрос ответят инспекторы ГАИ и наши корреспонденты. Оживленная трасса, большой поток автомобилей, которые движутся на скорости, в окнах любопытные личики малышей. Летнее время предполагают, что дети достаточно часто выезжают на отдых с родителями. Поездка с любимыми мамой и папой – занятие занимательное для детей и чреватое опасностями при несоблюдении определенных правил перевозки малышей в автомобилях для родителей. Упредить опасные ситуации, обезопасить и маленьких пассажиров, и взрослых – задача, которую ставит перед собой инспектор ГАИ, проводя акцию. В период проведения областной акции сотрудники ГАИ будут работать на магистральных улицах и дорогах и выявлять именно водителей транспортных средств, которые перевозят детей с нарушением правил дорожного движения. Водители транспортных средств, которые нарушают правила перевозки детей и пассажиров, будут привлекаться к самым строгим мерам административного воздействия. Водители же, которые перевозят согласно правилам дорожного движения, будут поощряться от сотрудников ГАИ профилактическими памятками и сувенирной продукцией. Осознать, насколько важно использовать детские кресла при перевозке детей в авто – цель акции «Ребенок – главный пассажир», в которой помимо сотрудников ГАИ активно участвовали и юные инспекторы дорожного движения из отряда ЮИД Матыкальской средней школы. Как показал опрос автовладельцев, не все и не всегда соблюдают правила и даже не все знают о том, что таковые есть. Об этом взрослым рассказывают дети. Сотрудниками ГАИ мы работаем достаточно часто, потому что мы отряд юных инспекторов дорожного движения в городе Бресте. И сегодня на этой акции мы призываем взрослых следить за детьми, перевозить их в специальных детских сидениях или же пристегнутыми. Сегодня мы проводим акцию «Ребенок – главный пассажир». И в этой акции мы призываем всех родителей и просто людей перевозить детей правильно. Либо пристегнутыми ремнем, либо на специальном детском кресле. Потому что очень обидно, когда из-за взрослых страдают дети. Да. В ДТП, как показывает их анализ, страдают дети. Ведь даже при простом резком торможении непристегнутый малыш может получить довольно серьезные травмы. Кадры не совсем приятны, не правда ли? Последствия в реальной жизни гораздо печальнее. Следует помнить о том, что в детском кресле ребенок чувствует себя удобно, комфортно и защищенно. Родители также могут быть спокойны за свое чадо. В общем, конечно, поддерживаю такие мероприятия. Хотелось бы, чтобы все дети стали взрослыми. Поэтому эти мероприятия стимулируют все-таки мам, пап, водителей. Все-таки будем пристегивать, будем стараться. И даст Бог, дети наши вырастут здоровыми и счастливыми. Я считаю, что проведение таких мероприятий очень полезно для наших граждан. Потому что некоторые даже не знают того, что надо пристегивать детей. И в принципе деток надо перевозить в специально оборудованных креслах. Это намного упрощит жизнь наших родителей. И мы не потеряем детей в случае каких-то ужасных катастроф. Банальный и набивший оскомину лозунг. Соблюдайте правила дорожного движения. Мы все-таки скажем в заключении. И повторим. Водители, ваша жизнь и жизнь у ваших близких находятся в ваших руках. Не забывайте об этом. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Для кого-то лето – сезон отдыха и отпусков. Но к спортсменам это не относится. Продолжаются тренировки, проводятся соревнования, чемпионаты и спартакиады. На Брещене спорту уделяется особое внимание. В поддержку молодым спортсменам приходят уже известные олимпийские звезды. Чемпионат по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко в Бресте проходит не впервые. О том, как это было в этом году, в заключительном сюжете нашего выпуска. Действительно, подобные мероприятия на Брещене проходят не впервые. Но цель соревнований остается на протяжении всего времени одной – выявление сильнейших спортсменов для участия в чемпионате Беларуси в перспективе в чемпионате Европы. В этом году состязания проходили по девизам «Спорт против спида и наркотиков». Это открытый чемпионат Брестской области по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко. Сегодня здесь собрались легкоатлеты со всей Брестской области. Они посоревнуются в беговых дисциплинах, в толкании ядра, в прыжках в шестом и других дисциплинах. Турниры на призы олимпийских чемпионов занимают особое место в ряду спортивных соревнований области. В регионе тех, кто погорел высшую ступеньку олимпийского пьедестала немало, в их числе олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Из рук белорусской звезды легкой атлетики призы и награды получат лучшие из лучших. Вне зависимости от победы или поражения, для каждого спортсмена это определенный этап спортивной карьеры. Я очень рада, что эта традиция с 2004 года, с 2005 года поддерживается. Я благодарна тем людям, которые помогают это поддерживать, организовывать. Я очень счастлива и рада, если я могу, как сказать, сделать, отдать частичку себя, ложить какую-то лепту для блага нашего спорта, легкой атлетики. Я только этому очень рада. Попытаться показать результат больше, чем на тренировках. Ну, как бы, просмотреть себя к чемпионату страны, который будет в конце месяца. Как подготовка к чемпионату мира у нас через неделю буквально чемпионат Беларуси и отбор на чемпионат мира в Москву. Вот, и проверить лишний раз свои силы хочется. На Брестском чемпионате спортсмены показали свои лучшие результаты в беге, прыжках, толкании ядра. Компетентному судейскому составу предстоял нелегкий выбор. Легкой атлеты Яра сражались за каждый сантиметр, каждую долю секунды. Но при любом результате такие состязания – хорошая площадка для новых рекордов. Вы смотрели в эфире итоговую программу Букинформ. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Анастасия Трухнова, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресный день и начало недели пройдут под звуки дождя с грозами. Ожидает нас и похолодание. Температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. 14 июля погодные условия будут определять циклон с центром над Белоруссией и его атмосферные фронты. На Брещене пройдут грозовые дожди, местами достаточно сильные. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температурный фон ночных часов составит 14-16 со знаком «плюс». Днем воздух прогреется максимально до 19 градусов. В понедельник, 15 июля, погода останется неустойчивой. Во многих районах Брещены прогнозируются кратковременные дожди в течение ночи, местами с грозами. Днем будет наблюдаться переменная облачность. Ветер северо-западного направления умеренный. Не более 16 градусов тепла прогноз синоптиков на ночь. Максимально днем воздух прогреется до 19 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова